Привет-привет, меня зовут Аня, вы на канале Храбрая Партняшка, вас ждет очередной влог, наливайте себе чаёчек или кофеёчек, к неприятному просмотру. Не знаю, кто-то выкинул его или он потерял его. Так что если кто-то хочет себе построить такой же домик, не делайте так же, как мы. Смотрите, что мама вяжет вообще. А вот еще, смотрите, есть что. Вот, а с этой стороны небольшой вынос, но тоже есть. Его тоже надо убрать, но здесь стоит кондиционер. Его, наверное, надо открутить, как-то переставить, чтобы его не откручивать. В общем, мы еще не знаем, как это сделать. Тоже будем думать. Этот рыжий таракан уже, смотрите, бегает, он охотится. Ты таракан рыжий? Он охотится уже, выздоровел, бегает, носится. Два рыжих. Так что мелкий таракан рыжий чувствует себя хорошо, уже освоился, он там чуть приболел, мы его вылечили. И коты наши к нему тоже привыкли. И, в общем, он их уже достает. Вот, я взяла вот такую маленькую шлифовальную машинку, я зашкурила, как могла. И вот они сейчас выглядят так. Но хочу сказать, что даже в таком виде они мне нравятся. Я вот не знаю, может быть, их просто покрасить лаком и оставить так. Может быть, где-то кружево налепить. И, в общем, я думаю, я думаю... Ну, сейчас вот взяла, зашкурю чуть-чуть и посмотрю. Ну, мне нравится, как они сейчас выглядят. Они прям прикольно выглядят. Мы сегодня едем, там вот в пакетике, это вот датчики все Максим снял с печи. Поедем, значит, в соседний поселок, в СДЭК, отправим аж в Челябинск. Ребята нам там все сделают, все поменяют, новый датчик поставят и отправят обратно. И Максим уже потом поставит... Темно-регуляторами поставят новый датчик старый, скорее всего, будет. Ну, в общем, что-то на мужском. Темно-регулятор поставят, поставят релеп плавного хода, поставят. И заменят все кабеля на силовые, чтобы у нас это не сгорело через месяц. В общем, ребята нам все поменяют, все сделают и отправят обратно. Такие у нас приключения, да. Опыт огромный нам. Смотрите и не повторяйте. Да-да, смотрите на нас и не делайте так, как мы. У нас новые курицы. Мы все пытаемся сделать разнообразие своих куриц. Покупаем новых, но то они заболевают, то их кто-то кушает. Ну, в общем, мы не сдаемся. У нас пять, наверное, белых куриц. Две красных, одна такая серенькая. И мы купили еще две сереньких. Одна прям такая красивая-красивая серая-серая, а другая потемнее. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Да, что такое? Одна вот эта, видите, такая прям серенькая-сененькая, а та потемнее, и у нее перышки с зеленым отливом. Вчера они пока в брудере у нас сидят, пока привыкают. А потом будем соединять с курицами. В общем, я пробовала уже манекен. Я уже чуть-чуть побаловалась, достала вот тут вот куча-куча кружавчиков у меня. Тут весь стол тоже в кружевах. Но это я так чуть-чуть. Баловство. Просто отвести душу. Взяла вот этот элемент, и он такой бах, и лег на боди. То есть он такой раз, и очень красиво. А тут уже началась фантазия. Ну, это вот буквально минут, наверное, 10 я вот это все позакалывала. Но мне нравится вот этот элемент на центр. Вот эти штуки очень нравятся. Нравится вот этот элемент, который уходит в острую чашку. Вот тут, конечно, еще как-то сумбурно. Можно поработать. Может быть, тонкое кружево и поставить. Вот. Вот это толстое, наверное, сюда как-то оно... Вот это должно быть основным, наверное. А он борется вот с этим элементом. Ну, это я так думаю. Как вы думаете? Короче, напишите в комментарии. Я уже в восторге. Я уже начала баловаться. Вы видите, это первый день, когда у меня манекен распакован. И уже пошло баловство. Мне безумно нравится вообще. Просто я в восторге. Это так. Баловаться, душу отвести. Чем занимается Максим? Мы купили двух куриц. И, скорее всего, они не знают, что такое гулять. Он их выгнал, значит, из курятника. И пошел выгуливать. Ветер. Они сейчас в вас зайдут. Они в сарай пойдут. Вы часто у меня спрашиваете про то, беременна ли я или нет. Нет, я не беременна. Просто я очень люблю печь пироги. И хомячить их. А я сейчас испекла пирог по рецепту. Тут манка и апельсин. И видите, я прям его так... В общем, он еще не остыл. Я прям взяла вилку и стою, в общем, на кухне стоя прям. Прям стоя я его ем. И мне так вкусно. Но рецепт, на самом деле, очень вкусный. Прям. Поэтому я не беременная. Я просто жрица. Жрица пирогов. Я очень люблю пироги. Рецепт я этот взяла в инстаграме у матушки Харит. Это очень вкусно вообще. Тоже поделюсь с вами ее инстаграмом. Внизу под описанием этого видео смотрите. Очень вкусный вообще. Просто очень вкусно. У нее все вкусно. У нее даже картинки вкусные. Поэтому подписывайтесь на нее. И пишите, что вы от храброй партняшки. Я думаю, ей будет приятно. И мне тоже будет приятно. Это вообще не реклама. Вот совсем не реклама. Просто очень вкусно. И хочется с вами поделиться этим рецептом. Этой вкуснотой. Ну и посмотреть. Вообще переходите к ней. И смотрите ее рецепты. И пусть вам тоже будет вкусненько. Доски, которые мы сняли с мастерской. Я обработала каким-то антисептиком. Я не знаю. Они гнилые. До того, как мы сняли их, я не видела, насколько они гнилые. То есть вот это все гниль. Я это все щеткой счесала. Обработала антисептиком. Я надеюсь, это поможет. Но вон она вся потресканная. Сейчас обратно Максим их приколотит. Ну и я надеюсь, что антисептик хоть как-то сдержит это все. Если не сдержит, то уже... У нас выключили свет с утра. И у нас нет ни молотого кофе, ничего. Но у нас есть походная печка наша. Вот сейчас я поставила сюда воду с кипячу. И хотя бы чая попью. Может быть, на ней и яичницу пожарю. Хорошо хоть печка у нас на дровах. Вот еще тепло в доме. А так ни чайник, ни что-то разогреет, ни приготовить. Вот туристическая печка нам в помощь. Или на улице, на костре готовить. Не знаю, надолго ли выключили вообще свет или нет. Субтитры сделал DimaTorzok У меня сегодня, в ноябре, наконец-таки я буду пересаживать. Вот этот адениум мне еще прошлым летом подарила моя родственница, когда мы отдыхали в Сочи у нее. Это, в общем, адениум. Смотрите, какой баба вообще прям здоровский. Я сейчас хочу его вот в этот горшок пересадить. В беленький. Потом вот эти кактусы маленькие. Я их сажала семечками. И вот это тоже 4 адениума. 2 я себе посажу. 2 отдам девочке. Здесь она в деревне с нами живет. Вот. Это вот тоже из семечка у меня выросло. И вот этот цветок. Я вот забыла, как он называется. Он у меня разросся. Он был вот такой веточкой. И сейчас вот он такие штуки пустил. А вообще он должен цвести. Вот эти листики, они должны быть цветными. Вот сейчас пересажу его в больший горшок. И посмотрю, еще удобрю. У меня одобрение новое. Как он будет себя вести. В общем, сегодня вечер. Как раз-таки вот эти штуки, которые я делала, они хоть и без дырочек, но я вот накидала туда скорлупы ореховой. И это и будет дренаж. Сейчас еще вот сюда и вот сюда накидаю тоже дренажа. И у меня будут здесь кактусята расти. Ну вот в этих два я точно кактусы посажу, а в эти, наверное, я посажу адениуму. У каждого мужчины в жизни наступает такой период взросления, когда он нанизывает хомуты. Наверное, на проволочку. На проволочку. Мне кажется, это точка... Не возврата. Нет, 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 нет. Точка на параболе высшая. Где ты становишься старым. Все. Лучше не будет, будет только хуже. Там уже у него есть два жерелья. Зато с каждого пакетика у меня есть по маркеру. А, подарили, да? У меня теперь четыре маркера. У меня еще с сифона один. Зачем? Это же, чтобы ты подписал комментарии, подарок. Мы, как всегда, мы не можем жить без приключений. Мы пошли сегодня в поликлинику, сделали прививку. А пришли вот с таким чувачком. Не знаю, кто-то выкинул его или он потерялся. Думаю, сегодня в этом группе нашей. Сейчас, да, в местной группе опубликуем, спросим, чей, чья потеряшка. Если не найдется, будем думать, будку мутить, что-то делать. Пока что в коридорчике у нас. Я тем намазал ему уши, левыми колем. Кто-то ему такое ощущение, что на живую прямо уши резал, а потом зашивал обычной ниткой. Завтра, послезавтра вызываем ветеринара, будет смотреть. И у нас проблема с восприятием. У нас наше семейство, вон та, мелкая, вон та вот, да, девочка наша. Очень ругается на него. И мелкий кот. Я сам найденыш тоже на него ругается. Все на него ругаются. Все шипят. Куча котов дома не присутствует, потому что они тоже на него ругаются. Еще один найденыш. Где-то она будет деньги брать на его корм. Тоже говорят, очень много ест такие собаки. Точно уйдет. Все, мы приехали к Ривиситам купаться. Здравствуйте. Пустите искупаться. Пусть искупаться собрались. Я какого-то выкачал, думаю, что мы завтра приедем к Ривенке укупаться. Вот видишь, как мы хорошо приехали. Ага, что тут они творят? Ага, 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 ты че тебе, ну папа, 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 завтра день рождения. Мама тут, смотрите, вообще тут со сливками. Это мой удача-то приехали. Мой любимый крем она сделала. Кученька. Ну да, хотя, знаешь, не будет супер теплинозно, а то хотя бы не будем голубить, что она нас гнинет. Не будет гнить, и меня это больше радует. Вернули назад полы, террасу, и это здорово, потому что ходить было вообще неудобно. То есть надо было смотреть, перешагивать, особенно ночью. А сейчас прям хорошо. Я планирую чуть попозже вот это все вытереть и покрасить краской какой-нибудь. То есть здесь палубным лаком. Кстати, да, палубным лаком можно, но тогда надо шлифануть это все. Шлифаниваем. Сейчас снег пройдет. Да, да. Зато да, оно гнить теперь не будет внутри, и это здорово. Голова хотя бы не будет болеть, что оно гниет, да? Да, потому что очень переживали, что оно гниет, и вообще не нравилось нам это. Теперь это все не гниет. Останется только там запенить внизу. Мы планируем пену купить специальную. Так, как мы сделали, у нас не получилось. Смотрите, что мама вяжет вообще. А вот еще, смотрите, есть что. Это вот с вашей пряжи, наверное, что вы прислали. Смотри, какой милый. А это какой-то зеленый гоблин. С пряжи, да, который подписчики прислали. Нифига себе, круто как. Мне тут столик свой домашний. Такой даже оставить, да, если у вас шарики вставлять разные. Да, прикольно, да. С разными головами. Здорово. Мам, знаешь, что я говорю? Пока у нас решаются вопросы с печкой, Максим заказал пигменты по глине. И вот мой самый любимый цвет. Грязно-розовый. Смотрите, какой он красивый. Будем пробовать все. Вот этот. А Максима, да, голубенький понравился. Он какой-то такой... Цвета голубой. Прям бешно-лазурный какой-то. Красивый. Ну, вот этот, смотри, кислотный. Мне кажется, он по-другому будет. Там, наверное. Где-то меня носило куда-то. Тебе помочь? Вот они. Одна. Одна. Крана, где много. Коврик. Это ж не накнуло. Вот память. Вот лежали в этом месте или нет? Я решила переубирать. Куда я их делала? Не знаю. Наедули? Максим, ты там тоже ходишь, да? За моей спиной с камерой. Я так и знала. Я так и знала, что это будет. Так что вот не знаю, что. А он там... Нет, нет. Найдуля. Все. Ой, безобразненько. Он всегда так вот. Сейчас эти две найдули будут краситься. Котя был, я помню. Крабики, котики. Закалывать волосы? Да. Сейчас я еще найдуля. Пошла найдуля. Я тебе затылок помню, джалила. Затылок отделила. У меня не жена, а робот. Затылок отделяется. С 80-х, 70-х годов. Класс. Ну-ка, побери. А, я помню, да, такие, да. У мамы были. Затылок отделяется. Да. Все. Это не игрушка. Вот жулик. Жулье. Для мастерской. Для мастерской мы думали-думали, нашли вот эту пену. Я просмотрела кучу, в общем, роликов. И вот это самое, вроде как, надежное, самое хорошее. Мы заказали 9, по-моему, баллонов. Сейчас будет потеплее, будем пенить. В общем, я тут разошлась, коль грунт распаковала. У меня есть вот такие семена. Я их покупала еще летом. Это вот помидор, огурец. Именно для горшка на полудоконнике на лоджии. Сейчас посажу. И еще есть у меня такой крест-салат. Тоже попробую. В общем, посажу 2 огурца, 2 помидора и 2 крест-салата. У меня есть вот такая тепличка маленькая. Она вот так накрывается. Не буду я сажать 10 помидор, 10 огурцов. Я вот пока попробую, если мне понравится, если они взойдут. Помидоры, по идее, в феврале уже будем кушать, а огурцы уже в январе. Ну, как там написано. А там посмотрим, что взойдет и что вообще вырастет. Ну, успела. Я все успела. Рассказывай, что ты тут натворила. Она заставила меня торт делать. Я не что-то искупать, а не накормят. Я вру, всегда накормят. Смотрите, какая красота получилась. Общими усилиями. Даже я участвовал, а это я делал. Это я делал. Прикольно. Ну да. И торт сделали. Завтра мы его заточим. Да. Да, завтра будет скучно. Он протаривается. Останавливается. Сейчас еще холодно. Ну, прикольно получилось. Кося с апрельсинами. И с киви мы придумали. Лазури нам не хватило на весь торт. Мы тут изгравились. А я говорю, что это торт к Хэллоуину. Кровищи нафигачили. А я видела, когда если глазурь была белая, мы бы вот так вот поставили вот эти вот тут, потом апельсинчики сюда, потом опять поставили апельсинчики. И вот так вот получается, как в снегонике. Вот эта красная глазурь должна была быть шоколадной. Должна была, да. Ну, у мамы Оли немножко фантазия сработала. Да, она просто не купила, забыла. Я купила, хотела купить. А потом глянула, нету. Думаю, ну куплю пока эту, а потом куплю шоколадную. Ну, а потом не купила. Заработала. Да, красиво получилось, да. Я хотела, честно хотела. В холодильник. Максим придумал вот так отпилить доски вокруг кондиционера, чтобы его не снимать. Мокрый он. А? Мокрый. Мокрый, да. Вот древесина наполовину вымокла. Мокрый. О, она мокрая. Поскольку паучка. Дверь я сегодня не доделала, но Максим прикрутил сюда вот такую вот деревяшку. А здесь мы зашпатлевали это опилки и ПВА. Вот оно высохнет. Мы потом сверху шпатлевкой по дереву пройдемся, зашкурим это все. Но вот где мы зашкуривали вот этот кусочек, я, кстати, так и оставлю. Вот такой цвет будет. То есть верхний слой краски снят. Но смотрите, видите, текстура дерева видна. И мне так красиво. Мне так нравится, как это выглядит. Так я и буду делать. И вот красота. Максим тут еще зашкурил. В общем, очень красиво. Мы с Михалычем благодарим вас за просмотр. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok